всем привет с вами школа вязания и макроме i love kray school меня зовут белок оля и в этом видео уроке мы будем с вами делать листик монстеры как это сделать для листика нам нужен шнур он называется однонитивый то есть он хорошо из него хорошо делать бахрому он лучше всего подходит для листиков для перышек я использую шнурочек макароне the wall 5 миллиметров еще можно три миллиметра или два миллиметра взять такие вот шнурочки однонитивые так еще нам нужны будут ножницы острые ножницы а вот такая вот чесалка для животных пуходерка называется или обычная расческа которая вы сможете эту бахрому расчесать я буду делать перышко на такой вот палочки до чтобы то потом можно было повесить на стену как по ножку так еще нужен будет скотч и раствор крахмала как приготовить раствор крахмала примерно на пол литра воды вы добавляете столовую ложку крахмала и ставите на огонь доводите до кипения потом это можно будет вылить остудить вылить в пульверизатор если у вас есть свободный или просто в емкости дальше я расскажу как мы это все будем делать отрезаем один шнурочек длиной 80 сантиметров и примерно 20 шнурочков длиной 20 сантиметров вот этот шнурочек длинный он будет служить у нас основой для листика мы складываем его вдвое берем вот эту петельку и цепляем за коряжку или за то где вы будете вязать навязывать этот листик то есть это может быть колечко это может быть просто петелька я не знаю ну то есть куда вы будете цеплять этот листик так и теперь нам нужно закрепить нашу палочку так чтобы нам удобно было работать затрепить на поверхности мы берем скотч и крепим приклеиваем палочку здесь и здесь и еще нам нужно закрепить вот эту вот ниточку да то есть нам надо внизу тоже есть но приклеить скотчем к поверхности тогда у нас будет натянута ниточка и нам легко будет навязывать на него петли для формирования листика вот так вот все сделали и теперь берем складываем вдвое наши шнурочки которая по 20 сантиметров так левый подкладываем под низ основной ниточки а правой петелькой влево до наверх основной ниточки теперь вот эти хвостики в эту петельку протягиваем вот эти хвостики в эту петельку протягиваем и вот так друг на друга затягиваем хвостики теперь у нас была левая ниточка внизу да теперь мы правую ниточку вниз кладем до под низ основной ниточки а левую ниточку наверх и тоже вставляем друг в дружку вот так вот хвостики смотрим чтобы основная ниточка у нас не перекручивалась если она будет перекручиваться потом сам листик у нас тоже пойдет вот так вот волной спиралькой будет такой идти он у нас перекручиваться затянули хвостики и подтянули их теперь у нас будут хвостики вот так вот идти в шахматном порядке левую под низ правую наверх так и вставляем хвостики друг дружку протянули затянули и подтянули наверх правую под низ левую наверх хвостики друг дружку и затягиваем так мы навязываем столько хвостика сколько мы хотим чтобы у нас был листик размера да то есть примерно я буду делать листик примерно сейчас я вам скажу примерно 20 сантиметров ну может быть 23 да и мы все наши листики и все наши хвостики навязываем на основную ниточку вот так мы сделали уже готовую заготовочку для наших листик для нашего листика не она получилось 19 сантиметров и это еще не считая нижнего хвостика он тоже даст длину небольшую так теперь мы берем нашу чесалку или нашу расчесочку и начинаем расчесывать бахрому когда мы расчесываем например правую часть мы плотно прижимаем левую для того чтобы не растянуть наши узелки вот эти вот по центру и начинаем хорошенечко их расчесывать так длинноватые нужно чуть чуть подрезать потому что чем длиннее тем сложнее их чесать и точно так же расчесываем с другой стороны когда мы расчесали бахрому с двух сторон нам нужно уложить наш листочек так как мы его будем закреплять при помощи крахмала и обрезать лишнюю длину ниточек то есть сделать его похоже на листик манстерки так мы уложили его берем наши ножницы и начинаем придавать форму листики манстеры такие достаточно круглые поэтому сильную длину я убирать не буду сверху они вот так вот закругляются так мы и сделаем закруглим снизу они тоже не очень вытянутые они больше закругленные поэтому низ мы тоже немножечко уберем еще так вот и с другой стороны главное нам теперь сделать одинаково с двух сторон и мы еще будем после того как обработаем крахмала мы еще будем его ровнять дострекать так ну вроде бы как как то так чуть длиннее мне кажется сильно не хочу сейчас сравнять потому что потом еще буду ровнять после формирования формирования формы после закрепления формы так 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 еще раз можно расчесать уложить так как он нам нужен будет так 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 и так 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 и так 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 и теперь мы можем приступать к пшик пшиканью так или есть пульверизатор вы можете сделать это все при помощи пульверизатора мы мы должны очень хорошо сбрызнуть листик потому что нам нужно будет делать дырочки такие как на листиках монстеры у нас так так и хорошенько хорошенько его пшикаем прям так чтобы он почти насквозь промок когда он достаточно промок вы начинаете формировать вот такие вот отверстия как в настоящих листочках да и можете допшикивать эти отверстия тоже крахмалом так вот потом у нас вот здесь вот в листочках такие вот как бы разрезики идут вот тут вот они посерединке тоже с такими как бы дырочками да то есть вот так вот мы делаем то есть тут уже мы начинаем свой талант скульптора проявлять так да вот здесь вот так вот так продолжаем делать форму для листика вот вот вниз уже спустились здесь делаем уголочек можно дочесать его потому что он у меня не хотел тут формироваться почему-то и продолжаем на другой стороне так закончили формировать листик Вот такой вот он по виду у меня получился. Вы можете импровизировать, делать его другим. Не знаю, похож, не похож. Надеюсь, похож по форме на листочек Монстеры. И ждем теперь, пока все это высохнет. Девочки, эксперимент не удался. И оказалось мало того, что я вчера накрахмалила. Поэтому я сегодня заварила, неправильно, кстати, заварила, еще одну порцию крахмала. Вот. И повернула листик на другую сторону. И теперь с этой стороны промазываю плотненько еще раз крахмалом. Так, чтобы совсем плотно-плотно листик. И сейчас еще раз придам ему форму, которая нужна нам, да, с вами. Вот. Чтобы он закрепился с другой стороны и хорошо ее держал. Вот. И оставляю еще раз до завтра. И надеюсь, что все-таки у меня все удастся. Если вы смотрите это видео, значит, эксперимент все-таки удался. Вот так вот. Хорошо. Вы когда, кстати, завариваете крахмал, добавляйте его в холодную воду, а не в горячую, как я. Когда наш листочек высохнет, вот, смотрим его со всех сторон. Так. С этой он такой очень-очень склеенный, поэтому мы все-таки переворачиваем его на лицевую сторону. Здесь он выглядит поприличнее. Вот так вот он получился у нас. Ну, держится он очень хорошо. Прям вот как склеенный совсем-совсем такой жесткий. Еще могу порекомендовать придать такую форму. Есть специальный клей для текстиля. Его можно развести с водой тоже. И точно так же сделать, как мы сделали с крахмалом. Так. И теперь мы должны ему немножечко, как бы, подправить кончики. Они уже у нас не будут... Не будут у нас никуда дергаться, да, потому что оно все так зафиксировано крепко. Вот. И мы их при помощи ножниц Хорошенько так подправляем. Вот. Видите? И главное, вот эта вот верхушечка. Тоже ее нужно красивенько сделать, чтобы листик хорошо закруглялся. Вот так вот. Вот. С одной стороны. И с другой стороны точно так же делаем. Так вот. Ого! Прям так аж не обрезается. Вот так вот. Вот. В общем, хорошенько его ровняем. Вот. Ну и в итоге, после того, как мы поровняли хвостики, у нас получился вот такой вот листик монстеры. Мне кажется, очень даже неплохо вышло. Вот. Если вам нравится, вы можете тоже повторить. Спасибо вам огромное за внимание. Вот. Делитесь обязательно своими листиками. Отмечайте мою школу. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok